Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон, и это очередной выпуск разбора анализов. Это рубрика, в котором я разбираю различные анализы людей, как на курсах, так после курсов, так и терапии по повышению уровня тестостерона. Меня часто просят разобрать анализы, которые очень сложные, где терапия происходит не в 6-10 недель, а где послекурсовая терапия затягивается, где результаты не очень хорошие, и в общем, такой самый трешовый случай. Я нашел один из анализов, с этим человеком я работаю все еще, так как терапия еще не окончена, хотя она уже длится 26 недель, и я решил снять это видео, потому что появились первые успехи на послекурсовой терапии. До этого анализы все были очень-очень плохие. По факту терапия еще не закончена, поэтому я назову видео, наверное, тяжелое ПКТ, часть первая, и когда терапия будет закончена полностью, я сниму вторую часть видео. В данном видео я хочу, чтобы вы посмотрели, к чему может приводить то, когда люди не делают послекурсовую терапию, когда они неправильно принимают фармакологию, и что происходит, когда люди употребляют такие тяжелые препараты, как нандролон и тренбаллон. Ну, в общем, приступим. Собственно, у человека, как он мне написал, было очень много сложных курсов, которые длились недолго по времени, но при этом это были тяжелые курсы с большим количеством препаратов, с большими дозировками, и с такими препаратами, как тренбаллон и тому подобное. И, собственно, человек ко мне обратился уже после того, как прошел послекурсовую терапию, и анализы у него были все по нулям. Но для начала я хочу разобрать последний курс, который делал человек. Это был тренбаллон в дозировке от 100 мг, потом он доходил до 500. Тестостерон был в дозировке от 250 доходил до 1000. Вместе с этим принимался литрозол, бергалак, кабергалин, ганадотропин, который кололся 1000 единиц каждый третий день. Это, в принципе, немало, он кололся на протяжении всего курса. Потом был послекурсовая терапия фористоном всего лишь 4 недели по 60 мг. Также был ганадотропин в дозировке, 10 единиц каждый день, 22 недели, витамин Е, витамин Цинк, Трибус и Гептрал. Теперь, собственно, первый анализ, который мне прислал человек после того, как как бы все это закончилось. ФСГ на отметке 0,25. Это, в принципе, можно сказать, нули. Лютинизирующий меньше, чем 0,09. Это значит, что либо они его вообще не обнаружили, либо он очень-очень низкий. Дальше эстрадиол был на отметке 91. Тестостерон на отметке 2,18 наномоль. ГСПГ был очень низкий. Индекс свободного тестостерона был, ну, такой, плавающий. В принципе, не очень низкий. Теперь по поводу тестостерона. Тестостерон 2 наномоль – это все еще фанил, старый тестостерон, который был еще на приеме препаратов. Потому что по следующему анализу там будут и по тестостерону нули. Собственно, в этом случае я пишу человеку такую для меня уже, сказать, классическую терапию, которую очень часто я прописываю. Это прием хорианического гаотропина 4 недели. Вместе с анострозолом я написал. Анострозол, потому что эстрадиол был, в принципе, ну, в такой средней границе. Я предполагал, что если повысится тестостерон от хорианического гаотропина, то, в принципе, и должен повыситься эстрадиол. Поэтому я написал анострозол. И еще добавили мы кабергалин. Так как на самом курсе были препараты, которые повышают провоктин, плюс человек говорил о том, что он у него повышается. Поэтому кабергалин был по 0,25 мг раз в 21 день. Потом, после чего была терапия сразу двумя антиэстрогенами. Это был коломифен 2 недели по 100 мг, 2 недели по 50 и 2 по 25. И тамоксифен 2 недели по 20 мг и 2 недели по 10. После чего человек сдает первый анализ. ФСГ 0,38, был 0,27. В принципе, ничего не изменилось. ЛГ. ЛГ как не было, так и нет. Он 0,09. Эстрадиол упал ниже 37. Тестостерон 0,78. Дуга вообще не работает. Тестостерона вообще нет. Эстрадиола, скорее всего, там тоже практически нет. Так как уже после приема ингибиторовой ароматазы прошло 6 недель. Это явно не из-за них, а из-за того, что просто нет вообще тестостерона. Провоктин оставался в нормальных значениях 313. Это уже на приеме кабергалина. Дальше продолжается послокурсовая терапия. Дальше идет снова прием кабергалина. При этом холенический гиантропин 3 укола по 2000 ме. И 3 недели тамоксифен по 40 мг. И 3 недели по 20 мг. И после чего человек сдает второй анализ непосредственно на средине этой терапии. И третий, я его назвал 2,1. Это анализ после терапии уже. После, получается, 8 недель приема тамоксифена. 6 недель тамоксифена и после ХГЧ. Теперь, собственно, на втором анализе. Эстрадиол по нулям. Меньше 307. Тестостерон 0,86. Был 78. Это все равно по нулям. Следующий анализ уже после приема тамоксифена. Это ФСГ. 0,30. Был 0,38. ЛГ. 0,17. Где-то чуть-чуть начал проявляться ЛГ. Скорее всего, они уже начали его находить. Уже какой-то определенный уровень появился. Эстрадиол меньше 37. Тестостерон 0,71 наномоль. Тестостерона как не было, так и нет. Провоктин 194. Дальше продолжается послекурсовая терапия. И в данном случае я решил прибегнуть к системе, которую описал Майкл Скалли. Это прием хорионического гиотропина одновременно с приемом антиэстрогенов. Это 4 недели кламифен по 100 мг в день, тамоксифена по 40 мг в день и ХГЧ по 2500 ме через день. Все это длилось 4 недели. И здесь 3 и 4 анализ, которые были непосредственно на данной терапии. На 2 и 4 неделе соответственно. Значит, по анализам. Первый анализ на хорионической гиотропине. Тестостерон, ЛГ, ФСГ естественно упали, потому что идет прием в ХГЧ. Эстрадиол повысился до 90. Тестостерон до 17 наномоль. И это значит, что тестикулы работают, но гипофиз, гипоталамус не хочет запускаться. Эта терапия, она позволяет, как выразится ненаучно, типа перезапустить дугу. Тем самым после данной терапии должна запуститься дуга. Провоктин там тоже чуть-чуть повысился. Следующий анализ, четвертый, это ФСГ 1,8. Это значит, что хотя бы ФСГ уже появился, и он уже вошел в референсные значения. Это был анализ непосредственно после окончания приема ХГЧ антиэстрогенов. Лютинизирующий тоже появился, он стал 0,54. Это уже не вообще ноль, это уже хоть что-то. Эстрадиол, естественно, упал, потому что упал тестостерон. Тестостерон 1,37. Провоктин 261. И дальше было продолжение после курсовой терапии. В данном случае был таримифен в дозировке 60 мг в день, 4 недели. И последний, пятый анализ. В данном случае ФСГ, ЛГ примерно по 2. Это значит, что они уже хотя бы вошли в референсные значения. Это значит, что дуга потихоньку запускается. Голова выделяет хотя бы лютинизирующий, фоликостимулирующий. Но при этом эстрадиол, как был очень низкий, так и остался. Но тестостерон уже увеличился до 7 наномоль. По факту, конечно, это вторичный гипогонадизм. Но хотя бы появился тестостерон. Это значит, что нужно продолжать терапию в том же ключе. И уже как бы мозг начнет выделять лютинизирующий фоликостимулирующий гипофиз. И в будущем тестостерон уже можно вывести на более-менее нормальные значения. Сразу, конечно, возникает вопрос, что делать дальше после того, как человек выведет эти анализы на нормальные значения. Возможно, хотя это скорее маловероятно, но уровень тестостерона будет держаться такой плюс-минус более-менее нормальный. И что, скорее всего, это то, что все равно потихоньку тестостерон будет падать, потому что как бы очень длительное вмешение в эндогринную систему никогда не проходит просто так. И всегда есть последствия. Но в будущем человек может полностью отказаться от фармакологии, принимать небольшие дозировки антиэстрогена, меняя их один на другой, либо просто это делать кламифеном в определенной дозировке. Тем самым в будущем поддерживать нормальный уровень собственного тестостерона. Надеюсь, видео вам понравилось. Мы рассмотрели очень сложный случай. Такие ситуации встречаются крайне редко. Из всех людей, с кем я работал, это один из самых сложных случаев. При этом, как вы видите, даже при таких тяжелых случаях, кое-как дугу запустить в принципе можно. Льютонизирующий, фолликостимулирующий выделяется. Тестостерон пока что низкий, но его можно будет увеличить, так как еще сама терапия не окончена. И, собственно, самое главное, это делать послекурсовую терапию, восстанавливаться. В других случаях ничего, конечно, вам не поможет. Так бы у человека ЛГ, ФСГ, тестостерон оставались бы по нулям. Скорее всего, очень-очень долго, а может быть и все время. Поэтому терапия единственное, что может вам помочь хоть как-то вернуть нормальный уровень тестостерона. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их как в комментариях на YouTube, так и у меня в группе ВКонтакте. Если вас интересует сотрудничество по повышению уровня тестостерона, либо по послокурсовой терапии, либо написать курс и сопровождение по всему курсу, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться будет в ссылках к описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.